Тысяча лет назад В тот день на Землю прибыли инопланетяне, чтобы вступить в контакт с нашими примитивными предками. Возможно, это похоже на безумную теорию, но миллионы людей по всему миру верят именно в это. Такой отрывок из научно-популярного фильма. На самом деле у него длинный вопрос, я спрошу коротко. Откуда у большинства людей такая уверенность в существовании инопланетян? Откуда в человеке желание видеть себя созданным кем-либо? Я даже специально посмотрел всевозможную статистику, по тому, сколько людей верят в разные привидения, магия, инопланетяне в частности. Допустим, в существовании инопланетян уверены 58% жителей Британии. Я не знаю, насколько можно верить этому, но процент большой. В других странах эта цифра колеблется от 20%, выше. Этот показатель даже больше, чем вера в существование Бога. Причем только лишь 2% утверждают, что видели инопланетян своими глазами. То есть, в основном верят. Откуда такая вера? То, что англичане верят в инопланетяна, вообще в потусторонние силы, это у них наследственно, это туманный альбион, ничего не сделаешь. Там у них в газетах по сегодняшний день всякие заклинатели, очистители квартир. Ты переезжаешь на новую квартиру, ты обязан вызвать человека, который тебе ее обеспечит, ее очистку от дурных сил и так далее. У них это все, так сказать, заложено уже в традиции, так что никуда не денешься. Два человека видели их, но это естественно, знаешь, после пару хороших бутылок водки можно увидеть все. Иллюзии человеческие, они рисуют ему все, что угодно, это понятно. Инопланетян нет, жизнь ниоткуда не занеслась к нам, кроме как с высшего мира развилась вот таким образом на нашей земле. Неживая, растительная, животное человеческое по эволюционной системе, некуда нам деться от нее, и так оно и есть. Кабыла об этом говорит еще до Дарвина, до всего, если ты можешь раскрыть книгу «Древо жизни» Арии, еще ранние книги, «Взоре» ты увидишь, как описывает кабыла зарождение жизни. Действительно, из возникновения облака, постепенно которое сконденсировалось, потом собралось и уплотнилось, возник наш земной шар, который уплотнился затем настолько, что самоохладился, и появилась корока на нем, земная кора, на которой постепенно смогли создаться условия для возникновения жизни. И все это продолжалось вот так вот в течение миллионов, миллионов, миллионов лет. Так что и человек, и это следствие от обезьяны, так как и описывает это Арии, великий каббалист. А вот в человеке существует, конечно, уже совершенно посторонняя такая часть, которая называется зародыш души его, не относящаяся к нашему миру, не относящаяся ко всему этому процессу развития. И ее он должен развить. Никаких однопланетян, разумной жизни во Вселенной нет. Разумной жизни в том смысле, что они имеют какую-то цель, они имеют какую-то направленность, они имеют какую-то программу. Нет этого, ничего. Наш мир, вся наша Вселенная, это является самой маленькой ступенью предыдущего духовного мира. И поэтому, как только начинаешь ощущать этот духовный мир, начинаешь поднимать ограниченность нашей Вселенной. А то, что касается нам бесконечного и безграничного, эти огромные расстояния, это всего лишь неживая природа. Ничего в этом больше нет. И поэтому нам она кажется такой огромной, потому что мы не можем сегодня нашим разумом земным ее как бы объять. А как только человек поднимается на более высшую ступень, он охватывает все это ему, понимается, воспринимается, ощущается это все, как маленькая ничтожная точка во всем мироздании.